Для этого заходим в админку, блога во внешний вид, редактор. Здесь мы редактируем шаблон. Дальше в списке файлов вбираем заголовок, он называется, да, или сам файл называется header.php. Открывается код этого файла. Чуть-чуть ниже спускаемся, и вот после открывающего тега body, открывающий тег body выглядит так. Угловая скобка B-O-D-Y, body, да, body это слово тело, да. Ну, здесь могут быть какие-то еще какие-то штучки, в общем, закрывающая скобка, закрывающая скобка. И вот после этого тега вставляем скопированный код, первую часть кода. Она будет выглядеть так же, как и у меня, то есть у вас абсолютно будет идентичный, за одним исключением. Вот здесь вот подставится ID приложения ваш. То есть в моем случае это мой ID приложение, в вашем случае будет здесь другой номер. В остальном код абсолютно идентичный, абсолютно такой же. Все, дальше нажимаем на кнопку «Обновить файл» и возвращаемся снова к генератору кода комментариев. Копируем вторую часть кода. Вторая часть кода предназначена для того, чтобы выводить самые комментарии. То есть первая часть соединяется с Facebook, ну, собственно, сам скрипт, да, работа скрипта. А вот эта часть, она выводит комментарии. Соответственно, нам ее нужно вставить там, где эти комментарии должны появиться. Здесь у нас следующая информация. Ну, класс, соответственно, FB, comments, да, потом идет data.ref, это ссылка. Здесь мы заменим эту ссылку на переменную. Дальше идет ширина и количество постов. Все, больше ничего. Копируем эту часть кода и возвращаемся в админку блога, внешний вид редактор и открываем файл, где у нас отображаются комментарии. Комментарии, как правило, у нас есть в записях, то есть когда у нас открывается статья, в конце статьи отображаются записи. Могут еще отображаться на страницах, но чаще всего все-таки ставят именно в записях. В разных шаблонах разные файлы для вывода записей, но смысл их примерно будет одинаковый. Они могут называться single.php, но это классический вариант. Single это один, да, единичный что ли, то есть отдельная статья single.php. В новых версиях, в новых шаблонах это может быть loop.single.php, content-single.php, может называться content.partsingle.php. В общем, все, что связано со словом single ищите или что-то, что даст намек на отдельную статью. И вот в моем случае это single.php, это шаблон по умолчанию, я использую 2010, это вордпрессовский шаблон официальный. И примерно во всех шаблонах вордпрессовских официальных, 2010, 2012, 2013 и так далее, все, что они выпускают, у них вот примерно одинаковая система loop.single.php. Вот, что здесь нужно найти в этом файле? Нужно найти переменную, которая выводит комментарии. Выглядит она так, comments, подчеркивание, template. Еще какой вариант, как можно найти вот эту переменную? В принципе, вы можете скачать себе на компьютер данную, архив с данной темой, да, которую вы используете. Скачать себе на компьютер и через поиск попробовать найти, в каких файлах у вас находится вывод комментариев. То есть набрать comments, подчеркивание, template. И вам программа выдаст все файлы, в которых вот написана данная переменная, комментариев. И вот в них вы можете уже прописать вывод комментариев, да, то есть во всех этих файлах будут отображаться комментарии. Либо, еще раз говорю, попробуйте так вручную найти, открыли и смотрите, есть, нету. Ну, обычно вот single.php, loop, single.php обязательно есть. Итак, ищем comments, подчеркивание, template. Это вывод комментариев в WordPress, обычные комментарии, которые идут под статьей. Дальше спускаемся чуть ниже. Вот здесь вот закрывающий тег PHP у нас, да, вот это вот вопросик и угловая скобка. Это говорит, что вот данная переменная закончилась, да. Не разрушаем этот код, спускаемся вниз и вставляем код вывода комментариев в Facebook. Аккуратненько. Все, обновляем файл, пока ничего менять не будем. Обновляем файл. И пятый шаг. Субтитры создавал DimaTorzok